Дамы и господа, финал проекта «Путь в RCC» второго сезона. В весовой категории полусредний, до 77,1 килограмма. Синий угол октагона. Встречание бойца из города Нефтекамск. Чингис Минязев. Дорогие друзья, вот мы добрались до поединка в рамках полусреднего веса. Рисовая категория до 77 килограммов 100 граммов. С вами по-прежнему я, Алексей Уральц. И мой второй сакомментатор. У нас поменялась позиция. Это Тимур Нагибин, известный боец ММА, который в последнее время выступает под эгидой RCC. Здравствуйте. Всем привет. Итак, что мы знаем про соперника. Чингис Минязев, мастер спорта по спортивной борьбе. Вот так написано. Мастер спорта по панкратиону. Окей. Так более понятно. Чингис Минязев в полуфинале победил Владислава Иванова. Затушил в конце второго раунда. То есть это был такой рерный кичок. Утушение сзади. В принципе, Чингис Минязев. Такой у него интересная внешность. Некоторые так его уже начали сравнивать внешне с Брайдом Артегой. Известным бойцом. Из-за прически? Из-за прически, да. UFC. Но Артега, если больше ударник, то Чингис больше тяготеет к именно такой борцовской технике. То есть у него более такая база борцовская. Но при этом очень хорошо координированный. В перерывах между тренировками спокойно может потанцевать нижний брейк, верхний брейк. Вот. И для него это, конечно, такое серьезное достижение. Он вышел в финал очень неплохого, я бы сказал, хорошего даже проекта «Путь в РСС». И мы ждем его соперника. Что ж, посмотрим. В красный угол актагона встречается из города Барнаул Александр Новиков. О, Александр Новиков из Барнаула. А вот этот парень очень уже успел о себе на этом проекте заявить громко. В полуфинале, например, Александр Новиков победил техническим нокаутом в первом раунде Глеба Шадрина. Причем это было очень брутально и очень зрелищно. И база у Александра Новикова такая. Кандидат в мастера спорта по смешанному боевому единоборству. Плюс у него, насколько я помню, есть опыт выступления в кике, в тая. В общем, такой базовый ударник. Больше ударники. Очень реально, очень жесткие. Очень жесткие ударники. Смотрим, я понял, он получше будет, да, своего соперника? Да, он выше роста. И хорош в стойке. Ждем Александра Новикова уже в клетку. Это будет интересный бой, получится у нас больше, потому что, скорее всего, тот тяготеет Новиков. К ударному стилю, я думаю. А Чингис уже больше в борьбе, смешанному виду. Да, Чингис больше в борьбе, но, ты знаешь, у нас были ситуации, когда базовые ударники боролись и базовые борцы рубились. Тебе и не знать, что сейчас ММА, ну, такой уже более универсальный, да, вид спорта. По своим боям можешь даже спорить. Сейчас нужно все уметь. Ты не можешь сейчас выйти с одной базой в бокс и боксировать. Я, получается, сразу изначально, как перешел, понял уже об этом, что здесь нужно уметь все делать. Поэтому, даже если ты это не делаешь в бою, ну, нужно уметь. Да. Итак, слушаем представление бойцов от Дмитрия Ракова. Дамы и господа, представляю вам финалиста в полусреднем весе. В синем углу боец из города Нефтекамск. Ему 24 года, рост 184 сантиметра, вес 77 килограммов 550 граммов. Мастер спорта по спортивной борьбе панкратион Чингис Минязев. Его соперник в красном углу из города Барнаул. Ему 23 года, рост 183 сантиметра, вес 77 килограммов 450 граммов. Кандидат мастера спорта по смешанному боевому единоборству Александр Новиков. Рефери Денис Кадышевский. Бойцы на середину. Парни, правила знаем, правила не нарушаем. Локтями не работаем, скручивание пятки запрещено. Можете подать руки. Удачи обоим по углам. Здесь более габаритнее. Итак, 23 года Александру, 24 года Чингизу. На один сантиметр Минязев выше. И чуть-чуть потяжелее. Бояц готов. Буквально на... Бой! Начинается поединок. А вот, скручивание пятки запрещено. Полюбительским правилам действует. Спортсмены. Понял. Фронт, кик от Минязева сразу же. Пока что много лишних движений. Минязев должен суетиться? Да. Много суетиться. Александр же же такого тоже четко скоординировал. Кик от Минязева. Он так больше опозначил. И пока так хорошая двойка от Товикова. И у него есть время, кстати, дает ему такую возможность Чингизу. Кик от Минязева. Я думаю, внизу пора у него переберегнуть. Пока, пока стойки. Чингиз стойки. Я, кстати, успел провалить чуть-чуть Чингиз. Александра. Там была опасность, правда. Опасная, да. Ракета полетела. Так. Лол-кик от Новикова мы видели. Пока, да. Пока, видимо, ты знаешь, что, мне кажется, пока бой может быть комфортнее, стойки. Конечно, конечно. Александру-то 100%. Александр пока прицеливается. Потому что все равно Чингиз более такое нестандартное движение. Присматривается к ним. После рук, Сань, после рук, запусти ее. Ну и все время в движении Минязев прекрасно понимает, что просто я чуть-чуть к мишени попасть легче. Ему лучше не останавливаться. Потому что потом Александр прицелится и попадет. Сейчас успел увернуться Чингиз. Чуть-чуть не достал Александр. Там такая двойка была акцентирована. Гранату свою закидывается. Так, переводит на ноги. Так, подхват, но очень быстро достал. Поджимает, поджимает. О, хорошо сейчас было. Справа попал. Справа попал, слева там так больше подзащит. Ну и у нас, да. То есть, наверное, хотелось бы больше активности. Я думаю, Александр больше прицеливается. Хочет попасть. То есть, прям он зацелился на брая. То есть, прям он зацелился на брая. То есть, жесткий одиночный удар. Он хочет попасть. Но не работает. Из-за этого он может появляться. Потому что отработает, его нет. А вот сейчас был вас, в принципе? Старается зарубиться. Ну, меня зерой попал. И чтобы... Ой, там, по-моему, что-то уже с глазом. Чингизор не показал. Сейчас он правый прицеливается постоянно. Справа не попал, но слева донес. Он там больше подзащитил. Смотри, вот мог бы, да, сейчас попытаться перевести Чингиз, но не стал этого делать на ближней дистанции. Я думаю, Сеню тоже не хочет пройти. Пошелись! И вот это может быть уже все. Или нет? Умеет ли добивать Александр? В принципе, даст. В поединке с Глебом Шаверином он это показал. Сможет ли он добить здесь? Спасается сейчас Чингиз, но пропускает тяжеленные удары. Нет, выдержал. Выдержал. Удивительно, хороший. Поэтому сейчас снова попадет. А вот и меня здесь решил, что пора поработать в партере. Но пройти не может. Хороший заказ сделал Александр. Он не сможет пройти ему ноги. Он накрыл. Он не сможет пройти ему ноги. Я думаю, что сейчас он возьмет спину и заберет раунд до конца. Все равно она уже забрала Александр. Потому что у него хороший нокдаун. Это уже у нас 10 дней. Другое дело, что нокдаун в ММА не считают. Ну, в принципе, они есть. Ой, хорошо решает. И тут же, тут же встает Новиков. Я смотрю, данного Душевича хорошо взял. Заказа хорошая. Начал обойти спину. Не смог продолжить. Ну, Александр, я смотрю, тоже не был с большой звуком. Конечно. Потому что видно, что у него тихийские действия. Такое дело, на него правильные действия. Высчищается пока неплохо, вообще. О, какое колено в голову сейчас прилетело Новикову. Так, удастся ли Александр развернуться ли к сопернику? По идее, надо бы это сделать. Я думаю, мы его из-за ничего сейчас не увидим. То есть, так все и закончится. Да, но ничего. Дейкдаун. Ну, не совсем дейкдаун, потому что Новиков тут же встает. Ничего такого не будет ему. Девокторой раунд. Саня, все четко, слышишь? Все четко. Он сейчас будет спасаться только в борьбе. Слышишь, Саня? Саня, задушал? Да. Хорошо? Души, души, души. Руки стряхиваю. Ноги, сточки. Стряхни ноги. Стряхни ноги. Сейчас послушаю. Смотри, Майдер, спокойно. Все идет хорошо. Правый кинул, левый сбоку и проходик делаешь. Поджал, доработал. Он ничего с тобой в борьбе не может делать. Понял? Борешь. Первый раунд, возможно, отдали ему. Понял? Поэтому надо сейчас забирать жестко раунд. Ну вот не получилось у Александра, так скажем, быстро добить, да, вот после этого момента. Я так понял, в предыдущий бой Александр тоже выиграл, да, нокаут? Он выиграл нокаут. Правой рукой, наверное. Да, он попал справа навстречу. И сумел добиться первым. И у него он и прицеливается, и в первом раунде он прицелил чисто правой рукой свою. И сейчас, я думаю, он так же продолжит. Если будет так же прицеливаться, то если он не у него войдет, то он проиграет раунд. Потому что Чингис более активен. Борешь готов? То есть получается, по твоему мнению, Александр, так скажем, надеется на службу справа. Да, он очень сильно хочет попасть по нему. Он прицеливается, прицеливается, то есть 10-дники делает, прицеливается и хочет попасть в юрбик. Этот же боец, он больше на очки работает, он очень бесит. Он просто работает. Колено в корпусах. Учал, у меня пока не на выходе есть клинчер Новиков, попытка фронткика. Ну, и разнообразие надо работать, Александр. А что, отверг Новиков, но без упорок сейчас, но пытался на мимо. Попасть в ноги. Вот там рекомендация менять его, проход в одну ногу. Опа, правый, снор. Он делает одно и тоже, по идее. То есть в призывы? Постоянно двойку левой рукой или левой ногой закончу. То есть его можно просчитать? Потому что да, он сейчас начал просто делать одно и то же. Надо более разнообразие, когда он аккаунт сам придет. но тем не менее смотрит как только ченгиз менять и снова дойка и постоянно колено корпус и боковой от меня дела что он попытается сейчас тогда в принципе есть здесь нужно освобождать руки все руки освобождены и работа и я заметил александр и не встает а зря не встает в партере болячку я думаю он не сможет вот он сейчас пытается так а кик попытался выбрать ну а кик это такое действие когда как сработает 50 на 50 на него лучше не надеяться так залетит ли с ударом в партер менять или будет отбивать бедра пока бедра не отбивает на этом месте я бы лучше сначала ноги прогулка и тетки конечно видишь такая возможность кто-то пока или не умеет или не хочет я думаю просто не думать пока об этом я устал давай подумать чтоб закрутился я думаю сейчас спокойно ноги встанет скорее всего хотя наверное я думаю сейчас заспанет да кстати почти зашел а то выход на полевой стороне менять тут ничего не будет он просто взял выход как на кимуру но ничего там не сделает скорее всего так все и останется ощущение что ноги как немножко не знает что ему делать по идее руку доставать тут по идее лучше не просто ничего не делать просто сидеть ждать соперника что он сделает вот так вот да он пытается взять как кимуру но даже если он возьмет но кимуру он не вытянут ее потому что то есть из такого положения сложно самим взять болевой удар невозможно встает в новеньках в итоге опа и решил сам попробовать провести тейк-дам а тут у нас уже нежданчик и ров через подсечку правильно правильно сделал положил александр чиргиза на конласс минуты сорок побить надо активность уста саша подсказывать надо вставать работать собственно и корпус голова так постукивает дает активности александр и морков меня здесь пока гитаруку просто даже странно бои в моем понимании не знаю вот эти добивания я считаю их нельзя оценивать маленькие маленькие они ущерба никакого не приносят и поэтому за что это просто первое я думаю нужно просто нормально уже ударить очень концентрированно вот видишь пока заблокирована левая рука у Новикова нет подняться ударить можно спокойно ему спину он просто этого не делает а почему он имеет силы экономить силы хотя уже последнюю минуту второго раунда рефери уже должен поднять стойки я считаю потому что он ленин не добивает и оба не работают вот это пошлёпывание это как ты считаешь перед ударом надо работать работать добивать ну вот ну вот вопрос как отдали по раундам да очень интересно как отдали по раунду потому что у нас есть возможность экстра раунда если вдруг тут ключи по раундам то дают экстра раунд все будет зависеть как первый раунд да но сейчас попытался с Новиков поработать смотри тут по идее даже второй тоже под вопросом очень странный бой в самом понимании как судим судить этот поединок потому что как скажем что Чингиз что Александр они по полу раунда работали каждый свой полу раунда то есть где-то получается оба раунда очень равные да что в первом раунде был нокдаун от Александра добивания но в первом раунде так же весь бой кроме этого нокдауна второй самый здесь в начале боя был Чингиз и в концовку забрал Александр вставать надо все хорошо ты делаешь вставать надо возможно просто одну-то отдадут ему за концовки вот и за это так все четко я думаю не знаю но иногда он был на всякий случай что не дышался? дыши дыши стряхни стряхну дорогие друзья по окончании двух раундов выявить победителя не удалось объявляется экстра раунд итак экстра раунд уже второй за сегодняшний день экстра раунд но это было ожидаемо так скажем то есть если с спонсором и Ахмедом было все равно тяжелое это решение мне кажется это и легкое решение было все очевидно так ну да итак ченгиз менязев против александра новикова экстра раунд можешь забрать двигайся двигайся стоять ну вот опять ремарка из угла ченгиза менязева как ты считаешь тимур имеет смысл сейчас александру нойкову опять выцеливать свой удар нет он уже нокаутировать его не сможет если будет так прицеливать он просто силы потратит ему нужно сейчас самому так ему просто нужно работать просто работать кидать удары не стандартно больше работать борьбу смыслом иметь лист нет если нет такого так скажем уверенностью в борьбе я думаю нужно просто растыкивать на дистанции вот так спокойненько одиночными двойками растыкивать и опасаться борьбы потому что ченгиз по двуму будет заходить что касается ченгиза что делать ему на твой взгляд нужно я думаю ему нужно просто просинковать переводить его держать там и добивать акцентированно все это его задача не надо с ним рубиться потому что все равно он может еще раз через глаза это уши так вроде поджал Новика и сам решил побороться не знаю не знаю и висит и может перейдет через ноги поджал и не надо врачей нет пока еще защищен о доцеп есть уже близко кстати в каждой позиции мы видим бойцов непосредственно что что нужно делать Нойку бить добивать обязательно добивать только нормальный не обязательно проводить 10-20 ударов маленьких хороших ударов смотри в этой позиции учитывая что соперник бежать к сетке насколько большая вероятность что Нойку сможет сделать спокойно просто выбривать спину просто выбривать спину причем да спина у него не заблокирована просто вот уже подняться они боятся чуть что он будет сразу вставать но если ты будешь ее сильно добивать он и встанет так пастухи у них да если честно они не приносят то там пытается пятку в таз вставить он пытается выйти на болевой треугольник на болевой что-то пытается сделать ждет момент да потому что гард не закрыл да ну гард лучше вообще в принципе не закрывать никогда да это нет смысла то есть если ты закрываешь гард то должен быть вообще какие-то супер джицера ну нет наоборот он сегодня не закрывает гард не закрывает это закрывает наоборот гард на очки больше которые не умеют бороться то есть очень много черновой работы тут очень вязко ну и пытался сейчас не пытается встать он не пытался правильно не нужно вставать время идет в те минуты он встать провести действие а у новикова был тейкдаун полноценный нормальный и он сейчас контролирует соперника действий сейчас нету если так продолжится можно поднимать стойку это вредит пока не спешит это делать ну да делал замечание потому что действий у него никаких просто ну вот сейчас он попытался активизироваться Александр Новиков не зря надеяться на то что он на болиоге улучшающего надо работать попытаться встать да ему нужно встать уже с клинча работать все эти болевые приемы это тоже он же поднимает трата сил конечно он же понимает что ему на болячку пытаются а если ты не супер гэпер поэтому смысла этого делать нету ты в своей карьере бывал в таких ситуациях в которых сейчас тенгиз оказался да да конечно как ты решал вопрос я вставал сюда я не вижу меня я всегда стараюсь встать потому что смысла нет там никакого болячка я знаю что я не сделаю не потому что там не умею или еще что-то а потому что на усталости и соперник тоже понимает что это может что ты можешь ему сделать болиогу это может тяжело это расширняет уже так скажем ну да так как какие шансы есть шансы у ченгиза встать сейчас в этой позиции у него было много шансов встать много шансов но уже если честно я не вижу что он встанет а также если встанет у него снова перейдет встал 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 твое мнение кто забрал экстра раунд александр александр ждем решение судьи ну тоже александр я думаю забрал не за счет того что лежал в партере а за счет того что просто он контролировал все то есть вот эти добивания если бы я думаю если бы Безук был бы активнее добивал бы пошли пошли ну что бы ему отдать на самом деле почему нет я просто вот эти правила чуть не понимаю сейчас эти новые пошли какие-то правила если внизу соперник ему балл не будет я слышал что вообще сейчас главное если перевел просто то есть делал тейкдаун но если ты просто лежишь на сопернике то тебе это не идет лучше нужно именно очень-очень активно работать правильно я считаю что это правильно потому что люди даже начинают переводить лежать там в итоге постукивания это неправильно это неправильно тоже жестко забивать тоже прессинговать теперь чтобы ходить что-то делать сейчас вообще-то чтобы поединки были максимально зрелищные правильно правильно а то люди просто пристанут ходить кулачные бои уважаемые дамы и господа единогласным решением судей одерживает победу и становится победителем проекта Путь в РСС второго сезона Александр Александр Новиков Новиков наше поздравление Александру бой был для него очень непростым на самом деле такая победа где-то даже выстраданная я бы сказал ну и Чингис Минязев все равно заслуживает огромного уважения субтитры 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 субтитры